Три вещи обратить на что мы по жизни должны нести через себя вот этот дух рамадана, этот дух богобоязненности. Первое это взаимные отношения между нами и Всевышним Аллаху, взаимные отношения между нами, родственниками, близкими, соседями, семьи, другими конфессиями, другими людьми и так далее. Ислам воспитывает тому, чтобы от мусульманина исходило только все добро по отношению к мусульманам, по отношению к немусульманам, по отношению к другим конфессиям. То есть мы с вами, на нас смотрят все остальные люди, как на представителей ислама. Каждый из вас в Аллахе, перед Всевышним, представитель религии. Это великая должность. Аллах вас каждого избрал. Меня избрал, вас избрал, вас избрал, вас забрал. Все люди, если мы что-то будем делать плохое, то что противоречит религии общим ценностям и так далее, то люди не будут думать, что ты такой плохой Мухаммад, ты такой плохой Асхатне, что ислам такой плохой и так далее. Поэтому каждый из нас представитель своей религии, он должен из него исходить только все благое по отношению ко всем людям, аль-хамдуллах. Поэтому, ища лда, Аллах, субханаллах, чтобы мы были. И это и есть своего рода да'ва. Это и есть то, на что сможет Всевышний Аллах, субханаллаху ва-та'аля. Поэтому взаимные отношения, вот эти все они должны, аль-хамдуллах, аль-та'амуль. Саллаху аля сан, какой был он. Один раз один иудей умер, его тело понесли. И Пророк, саллаху аля салям, стал, когда понесли его тело хранить. И тогда сахапы сказали, атакы филы яуды. Некоторые сполнили и сказали, зачем ты перед иудей устаешь. Почему вы не уважаете человека, который ушел из этой жизни. То есть такой был нрав Пророка Мухаммаза, его нрав был Куран, в котором есть богобоязненность. Вот эти вещи, когда Пророк Мухаммаза был на последнем хадже, Хаджат mediaw pathway, прощальный хадж. с ним было более 100 тысяч сахабов и он что сказал в своей известной проповеди когда был последний его паршальный хадж он встал на кафедру и сказал поистине харам запретное по отношению друг другу ваша кровь ваше имущество и ваша честь подобно тому как запретен этот месяц запретен это месяц на шарам запрет на этот день ягода рафа и в этот день великого хаджа что касательно крови то те кто убили оснаю народа новому 3 правителя когда заходили убивать его супруга была дома она сказала остановитесь и начали избивать и когда я начали избивать она посмотрела сказать что вы делаете пусть всевышний отрубит проклянула вам руки во многие и ведет васват потом вот этих людей которые убили оснано рада лаган через много лет нашли в куфе в ираке мактуа риджлей во ядей человек который убил оснано рада лаган застали в кофе без рук без ног я начал кричать он на спасение от ада спросили почему ты так говоришь вроде когда когда он убивали оснаю его супруга нас проклинала то есть и сейчас я без рук без ног без без ног я еще боюсь то что третье тоже исполните то что я попаду в ад это что касательно посягать на кровь другого человека в этой же жизни у нас она тогда забирает и наказывает тот человек и того человека который постиг на кровь другого что касательно имущество время пробку мухаммада подошел один человек и спросил у меня есть работники один раз я не додаю зарплату один раз они у меня где-то там воруют как быть на что пробку мухаммад сказал то что они у тебя забирают в судно день ты заберешь них с благих дел то что ты не забираешь что я даже был один судно день и он заплакал его на ибки я намер я кара кауна на азова джаль у надо она вазе на пусты ли он на киаме фалат облимут насущая почему он плачет он неужто не читал аят в куранах где всевышний аллах сказал судно день мы установим листы справедливости и ни одна душа не будет претестнена и что касательно чести ибн серий мухаммад бен серий великий ученый которые знаете то все рано много книга который он дает тофсир толкование с нам великий ученый был один раз пришел к нему один человек и гордин я видел сон ваще шар то что это человека выноси на на кодель асяка это сами выросли до пола то есть такие длинные волосы этого человека с таким видел какой то все это весна какой то поколение это сна на что он сказал если это сбудется то этот человек который ты видел во сне он его посадили в тюрьму это на что он горит я тебя видел ты был махом серий и так оно случилось за долги его посадили в тюрьму и ни разу он не выходил из тюрьмы кроме как один раз провести салат аль-джаназа погребанную молитву за сподвижника анес бен малика анес бен малик последний сподвижник который умер и он попросил чтобы ему читал намаз мухаммад миссирин и выпустили из тюрьмы он провел намаз и обратно вели его в тюрьму и потом сидел в тюрьме и сказал я начал думать за что это мы за что почему я в тюрьме и вот так вот исполнил как бы арбайна сена пункт или родину я муфлис она 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 муфлис офис и жена в амут офис и жена я спорную горс 40 лет назад я одному человеку сказал лицо о банкрот то есть как бы наличность перешел вот такой-то банкрот сейчас я сам банкрот свежу в тюрьме и умираю в тюрьме поэтому если человек кого-то отзывает такими словами таким качественным которое не нравится этому человеку то обязательно это вернется уже счет этому же человеку в этой жизни только по нельзя быть самоуверенным нужно полагаться на все на севышний аллаха но если мы видим другого в каком-то плохом качестве мы не должны мы должны научиться его ругательные и публикать а должны призывать его к доброму то есть у нас такая даже поговорка есть сенаташ барселяр сень аж бар если всякие тут камнем ты кидаем обратно хлебом поэтому дала спана то чтобы уважаем братья и сестры вот это то что мы сказали слышали аяты одессы что принесло нам пользу иншалла чтобы после месяца рамадана мы стали еще лучше